Они достойны быть примером. На обновлённой доске почёта Балаковского района имена облаковцев и название социально-ответственных организаций – команда, где каждый на своём месте ведёт битву с коронавирусом. В этом непростом году лучших из лучших выбирали так или иначе по заслугам на ковидных фронтах. Те люди, те организации и коллективы, которые поддержали город, поддержали врачей, поддержали больных, которых коснулась эта зараза, объединились и помогли в этой нелёгкой такой работе, проявили настоящий патриотизм. Огромное вам спасибо. Вы те люди, на которых все мы будем равняться. Важно, когда о помощи не нужно просить, когда поддержка приходит без лишних разговоров, говорят представители Балаковской власти. С компанией Восагра было именно так. Балаковский филиал АО «Апатит» с первых дней пандемии буквально встал на защиту города и его жителей, многие из которых трудятся на предприятии. Завод стал одной из самых безопасных антикоронавирусных территорий, где в считанные дни, если не часы, были предприняты все необходимые санитарные меры. Сохранены они и по сей день. Эта ситуация, она ещё раз показала, насколько важны для нас люди, которые у нас работают, насколько важно сохранить этот весь коллектив, сохранить его здоровье. И важен каждый человек, он буквально на счету. Поэтому это их заслуженные награды, наших работников, которые чувствуют эти трудности, и они продолжают работать. Работать за двоих. В пандемию Восагра серьёзно усилила поддержку медицинских и социальных учреждений в городах присутствия. Так, в нашем городе появилась ПЦР-лаборатория, которая позволила проводить тестирование на коронавирус на месте, не отправляя анализы в областной центр. Это сокращает время ожидания результатов, а значит, помогает быстрее начать лечение пациентов. Новая лаборатория была оборудована в кратчайшие сроки, всего за месяц, на средства Фосагра. Руководитель менеджмент предприятия предложил, я считаю, очень своевременную помощь. Мы вовремя сориентировались, что позволило нам, одним из первых, открыть очень, так скажем, высокотехнологичную лабораторию. Я могу только сказать огромные слова благодарности всему менеджменту АО «Апатит», который оказал нам вот такую, я считаю, очень большую помощь. Средства защиты для медиков скорой помощи и персонала городских поликлиник, обеспечения необходимым инвентарём специализированного госпиталя, помощь в организации безопасного пребывания ребятишек в детских садах и в детском доме, сотни тысяч масок, перчаток, специальных очков и костюмов передала компания Фосагра в медицинские и социальные учреждения Балакова. И в то же время не останавливалась работа над социальными проектами, которые реализуются на территории города. Уже много лет предприятие поддерживает образовательные учреждения, являясь для них не просто партнёром, но и настоящим другом. Мы поздравляем Андрея Владимировича и всё его предприятие, потому что это наши ближайшие друзья, соратники. Должна сказать, что буквально на днях мы представляли наш совместный проект образователей вместе с Фосагрой, Фосагрошкола, и получили высочайшую оценку от всех городов России, взяли на вооружение, как можно работать. Поэтому гордимся, дружим и считаем, что это абсолютно заслуженная награда. Ещё одну заслуженную награду компания Фосагра получила за активное участие в проекте «Мы вместе» – памятную медаль и грамоту, подписанную президентом Владимиром Путиным. Благотворительная акция объединила сотни тысяч людей по всей стране, и сотрудники предприятий компании присоединились к ней в числе первых. Люди откликнулись сразу, и буквально там в течение двух-трёх дней мы собрали более миллиона рублей. Это именно, то есть не деньги, которые были выделены предприятиям непосредственно из своих средств, а люди, которые из своих собственных личных сбережений, кто сколько, кто 100 рублей, кто 200, кто 1000 выделил рублей. Мы собрали эту сумму, которая пошла на помощь и волонтёрам, и нашим ветеранам, и медицинским работникам. Время проверяет людей на прочность. Коронавирус пока не сдаёт позиций. Так что у героев районной доски почёта работы ещё хватит. Главное, что есть сплочённая команда. Главное, что есть сплочённая команда. Продолжение следует...